Девчата, сегодня какое число, сейчас глянем. Минус 40 вроде бы, то от этой жары уже все. Всем привет, и Алиса с Одессой. Мы в секонд-хенде на Левитана Бритиш Микси. Классная сумка, бордовая, такая симпатичная. Что тут на ней написано? Цена 700, она кожаная, судя по всему. Вроде как похожа на кожаную. Что за бренд, не вижу, сейчас посмотрю. Название бренда, что-то я ни где не нашла, но она суперская, такой цвет обалденный. Длинная ручка есть и короткая, и все на змеечках, очень классная. Вот это тоже хорошее. 500 гривен минус 40 процентов. Жабка такая, видите? Керотик, вот такая вот сумочка. Я не могу понять, из чего она сделана. Не, она не кожаная. Сейчас глянем. Есть какое-то хоть название бренда? Не, она не кожаная эта сумка, но она прикольная. Ну вот эта. А вот эта кожаная. Очень, по крайней мере, очень похожа на кожаную сумку. Такая мягкая кожа, или это кожзам. Сейчас глянем. Сейчас глянем здесь, что тут творится. Ну все, прям я гусенькая. Ну, сейчас глянем, что тут на этих нарисовано. А вот и жаба, по-моему. Который или шляпа это, или жаба это. Обалденное качество. Она в таком винтажном стиле сделана. Вообще суперская сумка. Но это не кожа. Ее на плечо очень удобно вешать. Вместительная, обалденная сумочка, кстати. Суперская. Вообще копейки стоят, если это... Ну вот это кожзам, но он очень качественный. Смотрите, я не вижу ни потертостей там особых. Сейчас гляну. Ни полопанностей никаких. Ручки нормальные. Классная сумка. Так. А это что такое за чудо? На зиму. Шикарная. С мехом. Сколько она? 350. Полная цена. Ну, это тоже какой-то ширпотреб европейский. Но она прикольная. Что-то написано, не знаю. Скотч что-то или грязь какая-то. Ой. Так. Вот еще сумочки. Так. Змейка поломана. И это не кожа. Но вообще задумка неплохая. Вот тоже интересно. На работу носить. Она держит форму. Документы будут в порядке. Тоже такая классная. 700 гривен минус 40 процентов. Только я тут не вижу название бренда. Сейчас глянем. А, Дюн. Вот это Дан или Дюн. И она не затасканная, между прочим. Возможно, она даже кожаная. Я уже так лезть не буду. Но она в очень хорошем состоянии, эта сумочка. Так. Дальше. Вот это вот. Меня интересовало, что это за такой классный мешок суперский. Подтянет меня на что-то веселенькое вечно. Кстати, какая сумма. Миу-миу. Девчата. Ну, это, конечно же, залипучная миу-миу. Но тем не менее. А может, и настоящая. 2000 гривен. Обалдеть. Может, это даже настоящая миу-миу. Обалдеть. У меня уже платье есть. На шафе продается миу-миу. А это сумка миу-миу. Класс. Сейчас мы глянем. Мы сейчас ее сделаем с ней харакири. Глянем, что тут. Тут должны быть номера какие-то. Она, конечно, чуть ношеная. Но это ее не портит. Вот она эта сумочка. Но я на ней не нашла кода. Или номера вот этого, знаете. Есть номера на сумках. Чтобы найти ее в каталоге. Вот она набитая мешками. Выглядит вот так вот. Но она крутая. Вот сейчас она будет еще 400 стоить. Очень крутая сумочка. Симпатичная, стильная такая. С мягкими ручками. Обалденная. Сумка обалденная. Цвет такой шикарный. Не знаю, может, я ее заберу. Приду за ней еще. Видите, какие можно найти перлы. Вот уже классная сумочка. Сумок в этот раз. Прямо вообще. Прям, знаете. Глаза разбегаются. Я только гроши с собой беру. И покупаю. Я не вижу здесь. Я не вижу здесь название бренда. Вот она. Видите, как она. Ее можно расстегнуть. Сюда подстегнуть вот эти ручки. Она будет с длинными ручками. Бренд я вам сфоткала, показала. Я не знаю, что такое. Это Херман. Но это не кожа. Но кожзам здесь хороший. Так, я уже заканчиваю эту полочку. Опять, по-моему, какой-то классный. Сейчас. Смотрите, что я нашла в сумочке недоеденную конфету. Кто-то недоел конфету, но она так сверху лежала, эта конфета. Что? Такое ощущение, что это сейчас ее положили. Сколько стоит эта сумка? Мне интересно. Вот она эта сумка. Вот такая вот она внутри. Я не буду вытаскивать пакеты. Выглядит она шикарно просто. Смотрите. Очень классная кожаная сумка. Это английский дизайнер. И минус 40% сейчас она. Вообще столько сумок дизайнерских. Я не знаю, оригинальные они или нет, девчата. Но они крутые такие. Ну то, что это кожа вообще. За 100%. Можно прийти себе, накупить обалденный сумок, носить и радоваться. Так, а это что такое? Нью-Йорк. Смотрите, какой классный тоже шоппер. Он, конечно, не кожаный, но он классный. Тем не менее. Все, остались две финальные сумочки. Здесь бордовые. Это вот эта вот. Тоже кожаная. Смотрите, какая она симпатичная. Так, 600 гривен. Что тут нам пишут? Вот. Вот. Сейчас мы посмотрим, что нам тут пишут. Нам тут ничего не пишут. Это просто ноунейм, по-моему, но она кожаная. Ее только вычухать надо. И еще одна. Такая вот кожаная сумочка. Что тут написано? Тоже она винтажная. Видите, под маленький мобильный. Вот это тоже. Вот это вот, по-моему, кожаная. Она внутри без подкладки, но она настолько мягенькая. Сейчас посмотришь, что нам тут написали. Угу. Фанкони. Это офигенный итальянский бренд, между прочим. Если я не путаю ничего. Я же тоже такой, знаете, 1250. Но они знают тоже, кто работает здесь. Что это? Обалденный итальянский бренд. Сумки шикарные, конечно. Тут надо брать деньги и набирать их под любой образ, под любое пальто. Если это осенний какой-то образ. Потому что такой цвет, знаете, не летний. Можно набрать здесь сумок. Кожаных, качественных. Которые стоят в магазинах по 1600-1700. И носить и радоваться. Абы было только мирное небо над головой. Иди, иди, иди дальше. Вот это вот в цитадели. Вот так вот выходишь. Вот это вот все такие вот толстостенные стены. Стены. И там толстые стены. Вот так вот выходим мы сюда. На свет божий. Вот если закроют, будешь сидеть. Обалдеть очень долго. Смотрите, какая паутина шикарная. Как вот в кино. Вот вот сюда я заходила. Вот. Видите, какая стена широкая. Вот так вот оно идет. Вот так вот. Все это вот так вот это делаем. Вон темница там. В которой мы были. А вот это вот подземная тоже. Подземный ход, за который я говорила, что в моем детстве здесь говорили, что там кто-то когда-то спустился, потерялся и так и живет. Знаете, как в легенде греческой это чудовище живет. Вот отсюда мы заходили. Вот это темница там. Сам покажу еще кое-что интересное. Видите, как здесь выбиты вот такие вот арки в стене. Я не знаю, надо пройти экскурсовода, он все расскажет, для чего это все дело. На дверях написано. Мир счастья. Видите. Скорее, что это мир Бог и счастье, чтоб наступило. Так, башня Комендантская. Следующая башня. Видите, что написано? Башня Комендантская. Вот этого всего раньше еще лет 15 не было назад. Может даже больше. Это сейчас все это облагородили и сделали туристическим это место. Вот Комендантская башня. Видите, как тут уже? Во-первых, тут открытый потолок. Во-вторых, мне кажется, что тут было оружие. Или просто можно было смотреть, что творится, потому что эта башня смотрит на лиман. Тут можно было увидеть, подплывают ли крепости корабли. А вот сюда я зашла. Вот оно тут тоже диаметр, наверное, метра 4. Слышно, как какой-то шмель летает. Вот это все сейчас тут чисто. Раньше здесь ходили все, кому не лень. Потому что тут детей было куча всегда. Вот школа рядом. Не было чистоты. И вход был бесплатный. Лет 20 назад. Сейчас для жителей города вход не 100 гривенов. Это примерно 30 гривен. Для туристов 100 гривен. А для детей, по-моему, 50 гривен. А кто из детей здесь живет, 10 гривен. Вообще копейки. Представьте себе эту шмахину надо же тоже как-то содержать. Это все как-то же сделали. Сейчас поднимемся по лестнице. Это все привели в порядок. Вот это Комендантская башня. А вот башня-темница. Вот этих лестниц не было раньше. А вот сейчас их поставили, чтобы люди могли гулять. Раньше вот так как залез, так и залез уже. Твои проблемы. Упал так упал, не упал так не упал, знаете. Вот видите, видно стены крепости с той стороны. Оп. Такая вот красота, можно туда подняться. Так. Так, а мне ж корябаться назад надо как-то. Так, я сейчас выключу, чтобы я могла вот туда вот, чтобы я не провалилась. Вот видите, вот здесь лестники, разрахованы на одного лицаря в областниках. Вот только ворот потратил этот лестничный проход. А вхід? Лицарь. 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 Оспех. В областниках. О плотниках. Оспехи. Оспехи на руском. Оспехи. 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 Ё-о, приехали так. Оспехи ворога. В тихи ворог потрапляет, т.к. захисники намагаются не пустить до цитадель. Всі стріли, ці кули, все подражает груди. Ви бачите, вся цена у нас ворогах. Письма сказавших из тех часа. Ну, кричимо того, Весь комендантский ранее подали камень на цеплячу смолу, то все потрапляли на захватники и на вороги. Тому тут гинула велита кількість людей. Это была паста для ворожей. А вот профиль тоже очень грузенький, но интересен тем, что это та стена в нашей портеции. 5 метров толщина стены. Кто могло бы сделать стены, кто-то тягивается руками. Ведет стены и до стены можно загадать божанья и молодежь не взяла. Ой, сейчас буду загадывать божанья. Чтобы воно здійснилося. В общем, слышала, я нарвалася на экскурсию. И кто дотягнется цитадели на входе из стены руками, то я могу загадывать божанья. Видите, смещенный вход. Вот вход, а вот, чтобы не попадали стрелы. Вот это вот все, это следы, древние следы попадания орудий. Видите, девчата? Надо вообще экскурсовода брать, и она все вам расскажет. Без экскурсовода неинтересно. В общем, девочки, я дотягнулася с стены до стены на входе и загадала божанья. Так, сейчас обойдем цитадель. Я когда-нибудь приеду на дождь, возьму экскурсовода, и она мне все расскажет. Так, идем дальше. Ходят, видите, туристы. Туристы ходят в фортеть, потому что это интересно, потому что это красиво. И потому что зачем нам куда-то ехать, если вот настолько в одной Одесской области, сколько есть всего, куда можно съездить и посмотреть. Вот, смотрите, вот это вот комендантская башня, в которую я заходила. Вот она. Не, вот это комендантская башня. Вот она комендантская башня. А в эту башню я, кстати, не заходила. Получается, я заходила в башню-то темницу, а что я сюда не заходила, уже не помню. В общем, все башни, в принципе, одинаковые. Вот, видите, окошки круглые. Помещение без углов. По фэн-шую, кстати, очень правильно. Углов в этих комнат нету. Так что... Вот так вот. Не буду я уже возвращаться обратно и идти в эту башню, потому что я была... Раз в двух башнях я была. Вот. Потому что там экскурсия. Если уйдет экскурсия, я туда зайду. Но, скорее всего, что... Они еще там будут долго шариться. Я еще хочу сюда подняться. Вот, куда я сейчас поднимусь. Бастионная линия второго двора. Крепостная линия второго двора. Заборонена. Видите, тут входы заборонены вот эти вот, потому что... Это, чтобы лишний народ не лазил там, где не надо. И это идет... Там ров. Вот там вот где решетка, там выход. И ты попадешь почти что в ров. Я еще хочу в ту башню пойти. Может, я еще в эту башню схожу, потому что я там не была. Вот. Видите, какой вид девчата красивый. Это не передать словами. А мы сейчас идем вот сюда. Бастионная. Как там линия второго двора называется это. Ой, главное не упасть. То есть телефоном. Рот открыла. Тут уже наши письмена написали. Господи, редиска. В 20-м году я как-то редиска написала. В 19-м еще. Все, кому не лень, тут что-то писало. Видите, куда я поднимаюсь. Вот. Вот оно. Вся крепость, она, кстати, вот этот вот периметр. Он весь очень красиво освещается. И получается здесь, знаете, как такая освещенная крепость. Стена освещается. Очень красиво ночью. В общем, смотреть на это все. Такая вот красота. Ров. Сейчас вам еще раз покажу. Все, я спускаюсь. Я хочу еще попасть в эту крепость. В этот замок. И вот, девочки, скажите. Вот многие несутся там в Грецию. Вы смотрите, птички. Птички тут живут. Тут у них 100% гнезда есть. Ласточек. Возможно, ласточки любят гнезда. Видите, вот так вот под крышей. Вот многие едут в Грецию, еще куда-то. Там в Испанию, в Италию. А вы были в Аккермане? Вы съездите в Аккерман. Сюда, рядом. Где вход 100 гривен стоит. И доехать тут по Украине недорого. Посмотрим. Потому что там уже идет ров. Под вот той второй стеной. Там уже ров идет. Я могла бы оттуда пройти еще вот так вот. Ну, в принципе, мне хватило постоять, посмотреть, увидеть панораму красивейшую. Вот. Такой вот масштаб. Представьте себе. Тут же были дома. Тут же внутри какая-то жизнь была еще. Ну, хотя фортете военные все были. Древние военные. Вот так вот. Воины. Так, а что ж я туда не зашла? Я что-то таки не понял. Почему я в ту крепость не зашла? Сейчас возвращаемся. Понимаете? Так, экскурсовод сказала, что этот вход смещен. Вход здесь, да? Тут столько, говорит, на людей полегло. Видите, он смещен. Вот я тут стою. А вот напротив меня, вот видите, что оно смещено, чтобы не было прямого попадания. Так, а куда же я не пошла? И кто, говорит, дотянется от этой стены до этой, тот загадывает желание. Я вот тут на входе дотянулась, кстати, руками. Так, я поняла, почему я не зашла. Потому что тут нет входа. Все. Я была только в этих двух. В темнице. И вот в той. Все. Я думаю, почему я не попала туда? Потому что тут входа нету у нее. И вот в этой я была. Такого же не может быть, чтобы я такая проныра и не пошла. Вот и башня комендантского. Там я была. Детки тоже гуляют. Так, выходим отсюда, идем дальше. Тут еще гулять и гулять, девочки. Гулять и гулять. Так, я, наверное, сделаю так. Цитадель – это будет и вход в крепость. Начало будет первая часть похода по фортеции. Тут, а дальше, тут, это будет вторая часть видео, потому что это будет на два часа. Не знаю, а может я одним видео сделаю? Все, я выхожу туда со входа этого и тут дальше вот так по периметру гулять.